Здравствуйте, друзья и подписчики канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан. И мы с вами продолжаем следить за развитием событий в нашей стране. Война. И сейчас начинается очень важный, животрепещущий этап в этой кровопролитной войне. На юге нашей страны ВСУ начало контрнаступление и освобождение Херсонской области. Есть сообщение военных корреспондентов о том, что солдаты и военные ВСУ уже находятся в городе. Понятно, что ситуация сейчас еще находится в режиме наблюдения. Но самое парадоксальное, что с нами на связи есть человек, который предсказывал освобождение Херсона в конце ноября. Сейчас начало ноября, и мы понимаем, что для такого тяжелого дела, как освобождение целого города и области, нужно много сил и тем более времени. И самое главное, что это предсказание было, и значит у нас есть возможность подсмотреть, что же мы можем спрогнозировать дальше в поведении пространства вариантов и поведении всего того, что происходит в наших военных и нашего противника. С нами на связи торолог, драматург и режиссер Юлия Максименко. Юлия, говорю вам здравствуйте. Добрый день. Рада приветствовать. Приветствую вас. У нас есть много вопросов, но начать хочется с вашего предсказания и прогноза по освобождению Херсона. Вы говорили, что к концу ноября эта область станет свободной, и сейчас мы воочию наблюдаем этот процесс. Что же сейчас происходит в Херсоне и Херсонской области, и как по вашему мнению, как видят ваши карты Таро, что будет происходить дальше? Я буквально два слова скажу. Я позавчера делала расклад для Херсона. Дело в том, что так уже как-то повелось уже, что я говорю, как шефство держу на Херсону. Я знаю каждый населенный пункт. Очень много людей именно с Херсона меня смотрят, и в прямых эфирах, когда я работаю, они мне просто говорят свои населенные пункты, где они. Да, я знаю все села, города, побольше, поменьше, где расположение. И поэтому, конечно, со слезами на глазах. Правда, я им давно обещала, вот показывала карту, говорю, уходят, уходят они, орки. Говорю, а вот у меня карта ЗСУ. Я все время говорю, вот они уже на пороге. И когда на прошлой передаче мне задали вот так вот в лоб вопрос, когда будет освобождение. Да, карты показали. Два месяца. Один раз выпала Луна, вторая. И я так еще не смело сказала... Попытаюсь предположить, что в конце ноября. И когда это сейчас уже начинает происходить освобождение, это очень волнительно. Что карты показывали позавчера, и сейчас мы посмотрим, что сегодня. Я предупредила всех херсонцев. Говорю, дорогие мои, будьте осторожны, не радуйтесь вот так вот. Потому что тяжелая очень неделя показывала. Много поломок. И сегодня мы услышали про Антоновский мост. И на картах Ленарман я смотрела, мне показывали опасность возле моста, обстрелы, подрывы. И потом меня пугала вот такая вспышка, может быть, очень яркая по солнцу. То есть, ну, говорю, дышим тихо, спокойно, не расхлестываем энергию, не создаем, знаете, вот эти вот качели эмоциональные. Просто дождемся. Но! Вот показывала очень-очень сложную неделю со слезами, с какими-то потерями. Но в итоге реально хэппи-энд, победа, ЗСУ заходят. Такие счастливые, яркие карты. Вот. Мы можем посмотреть вот на ближайшие три дня. Или как вот вы скажете. Да, буквально. Давайте. Три дня. Мы сейчас находимся в эпицентре события. Поэтому, я думаю, это будет лучший способ узнать ближайшее будущее по этому вопросу. Да. Давайте посмотрим, чего ожидать, каких новостей. Значит, смотрите. Карты показали аккуратно то же самое, что позавчера. Вот рыцарь Пентакли – это уверенное медленное наступление, без суеты, плановое. Это всегда у меня показывает тяжелое вооружение, танки и все такое прочее. Пятерка кубков. Часто у меня проигрывается как дамба или мосты. Вам, возможно, тут не видно. Тут как раз позаду русалки мост. Что это может быть? Тут еще вопрос, для кого пятерка кубков – это тревога, плач и потери. Потому что три кубки разлиты возле нее, но два еще есть ресурса. Возможно. И для орков. Да. Скорее всего. Почему? Потому что дальше идет моя самая любимая карта в колдовском Таро – это девятка Пентакли. Что она означает? Она означает, что человек, в данном случае Украина, ЗСУ, обладает уже нужной степенью профессионализма, силы, но и магической возможностью притягивать нужные для себя события, деньги, результаты. То есть это умение притянуть. А дальше троечка жезлов. Мы уверенно смотрим в будущее. Это еще как карта первой сдачи экзаменов. Это вот когда мы, знаете, поступили в институт и закончили год с отличием. Поздавали всю сессию на пятерке. Вот что в ближайшие дни. То есть я так понимаю, что мы будем слышать о том, как мы дальше продвигаемся и как мы освобождаем. Но и печаль будет, и грусть будет. Вот почему говорю «держимся». Держимся спокойно. На цыпочках стоим. Ну и на дне колоды четверка жезлов. Это всегда хорошо. Это дом, коллективный дом, большая семья. Она радуется. Это союзники, которые нас поддерживают. Ну вот это вот три ближайшие дни. Скажите, а если мы попытаемся подсмотреть, каким будет следующая неделя. Сейчас все находятся в очень взвинченном состоянии. Не хочется, что называется, сглазить. Не хочется лишнего сказать. Но очень пугает вот эта неожиданность, что оккупанты взяли и оставили город. Понятно, что это неожиданно. Это результат тяжелого труда наших военных. Но есть и предположение, что оккупанты отошли на другой берег Днепра для того, чтобы, возможно, укрепиться и держать линию обороны оттуда. В ближайшую неделю, как видят ваши карты Таро, возможно какое-то столкновение двух противоборствующих сил, наших военных и сил оккупанта? Сейчас смотрим. Давайте покажем наши. Вы знаете, вот иногда вылетают сами карты, да? Да, и очень важно смотреть, какая карта, если она выпала. Сейчас вам все покажу. Просто я их тут складываю. Вот эта карта, скупая стабильность, я ее называю, четверка Пентаклей. Дальше идет, выпало, прям вылетело два пажа. То есть карты буквально отвечают на ваш вопрос. Будут ли столкновения? Будут. Но они не будут мощные, чтобы вот типа, знаете, нас оттеснили или какие-то такие неожиданности. Нет. То есть все в режиме войны. То есть все в естественном режиме происходит так, как и должно быть. Вот четверка Пентаклей, говорят, на фронте все стабильно. То есть, ну давайте еще раз спрошу так, будет ли какая-то неожиданность, которую нам нужно знать. Королева Пентаклей выпала у меня. Это всегда у меня олицетворяет нашу Украину. Это хорошо, сидит в троне. Это первая карта. Сейчас посмотрим еще. Восьмерка Кубков. Это всегда отход оккупантов. Всегда она у меня так выпадала. Вот я всегда херсонцам говорю, милые мои, они уходят. Они уходят. То есть, что мы видим? По скупой стабильности они продолжают уходить. Ну и еще одну карту. Значит, смотрите, выпал Туз Пентаклей. Это вообще денежный куш означает, но есть такое еще широкое значение этой карты. В древности, когда выпадала Туз Пентаклей, просто прекращали гадание на эту тему, чтобы не сглазить удачу. То есть, вот это, говорит карта, как золотой шанс. Это наш золотой шанс. Подытожим. Каких-то таких неожиданностей. Знаете, чтобы я еще сейчас посмотрела на Ленорман. Дамбу. Вот это заминирование. Хорошо? Да. Какая ситуация с Каховской ГЭС? У меня есть это в перечне вопросов. И вопрос, сохраняется ли опасность. Мы много об этом говорили. И сейчас, в связи с наступившими событиями, этот вопрос уже имеет новую точку зрения и новое желание посмотреть на Каховскую дамбу. Находится ли она в опасности? Как видят ваши карты? Сейчас я разложу у себя тут, это вот есть такой основной квадрат. Очень важна тут центральная карта. От нее будет плясать весь расклад. И все вам расскажу. Так, центральная карта. Женщина. У меня так в МАГАТЭ часто выпадает возле Запорожская. Всегда женщина. Но тут может быть как Херсонщина. Хорошо. Это уже хорошо. Женщина. Так, дальше. Дальше. Колодец. Чистота помыслов. Лабиринт. Возле женщины лабиринт. Да, будет нелегко. В лабиринте тут прячутся, говорят, много переодетых людей. Но мы смотрим дамбу. Но видите, как карты, они же сразу показывают все равно общие. Сейчас посмотрим дальше. Еще мне нужно вытянуть шесть карт. Крест. Это судьбоносное событие, кармическое, которое должны были происходить. Звезда. Это все-таки высокие успехи. Любовь. Сердце выпало. Так, дальше. Смотрим. Я сейчас все прокомментирую. Лиса. Хитрость. Медведь. Сила. Залужный. Я бы так порой сказала. Пукет. Отлично. Смотрите. Позавчера, когда я еще смотрела дамбу, да, там сохранялась... Что мне... Я вот немножечко издалека. Там сохранялась опасность, обстрелы. Там даже показывали минирование. Но показали дерево растущее. Говорят о том, что обстрелы будут. Но вот дерево, как вот родовое, встает нерушимое. То есть я сказала, что может быть и будут какие-то движения. Но катастрофу я вообще не увидела. Что же увидела сейчас? Женщина всегда в Ленорман у меня. Это как символ вообще... Если выпадает... Вот мы смотрим дамбу или Херсонщину, или какого-то человека. Если в центральной карте выпадает сам человек, сама особь. Говорят, все окей. Сила есть. Небеса охраняют. Дальше же что? Как здорово пошло. Во-первых, говорят, что кармическая реальная ситуация, это для Херсонщины. Но она будет пройдена хорошо. Звезды и сердце. Любовь. Это, знаете, как... Ну, любовь в широком понимании. Будет ли там ихняя хитрость? Лисица. Будет. Но на ихнюю лисицу находится наш... Медведь. Понимаете? С букетом. Букет – это хорошие, счастливые новости и подарки. Поэтому, тут что еще хочу сказать. Вот последнее, да, Херсонщина и колодец. Колодец – это чистота. Это, говорят, что сейчас предстоит зачищать. Потому что, действительно, что такое лиса-хитрость? Много переодетых. Но давайте будем смотреть уверенно более-менее в будущее. Потому что сейчас вот конкретно выпал хороший расклад. Да, лабиринт. Да, в лабиринт и в щелях эти тараканы и эти лисы прячутся. Но у нас есть медведь с хорошими новостями. И любовь. Любовь всей страны. Так что вот так. По дамбе я думаю, что будет все хорошо. Прекрасный расклад, очень оптимистичный. Будем верить и надеяться в лучшее. Вопрос. Хотел бы еще вернуться к теме Херсона. Вопрос вот какой возникает. Вообще это отступление оккупантов из Херсона. Это может быть результатом договора между двумя сторонами. Или же это жест доброй воли. Не справились, не хватило ресурсов. Или просто не хватило сил. Сил, резерва, духа и так далее. Договорились две стороны Украина и Россия. Как видят ваши карты. Или же это просто уход и сдача. Не Украина и Россия договорились. Тут вот в вашем вопросе я могу сказать. И одно, и второе, и третье все вместе. Когда я смотрела позавчера. Выпадало очень много денег и договоров. Я говорю, выкупили Херсон. Кто-то выкупил Херсон. Да, это договор. Безусловно. Какой? Вот вопрос. Но давайте посмотрим. Сил, да, не хватает. И вот я еще так напряглась. Я спросила позавчера о том, что. А что будет? Что мы должны? А что? И там выпадают карты. Да нет, отступают. Отступают. Я говорю, нужна ли какая-то плата за это? Сейчас посмотрим. Может быть они переходят на другое место. Вот стягивают еще. Вот у меня еще такой четвертый вопрос. Может они укрепляют какой-то другой город. Давайте может быть так. Потому что да, договор. Да, там были деньги. Да, там были встречи. Вот меня волнует, например, Харьков. И туда ли они направились. Давайте посмотрим. Давайте, прошу. Ну, то, что я предполагала. Верховная жрица – это всегда тайная. Это тайный план. Посмотрим дальше. Да, смотрите. Это вообще невероятно. Верховный жрец выпал. И верховная жрица. Когда выпадает пара, да, есть приказ. Тайный приказ. Посмотрим дальше. Это мы по Харькову смотрим. Так. Вытащу еще несколько карт. Пока вам по одной скажу. Дальше прокомментирую. Дурак. Это как бы обнуление ситуации. Пятерка кубка. Да, это грусть, печаль. Это когда мы рушим что-то. И затрудняем какой-то ход дальше. Восьмерка кубков. Да нет, уход. Знаете, как говорят, чистокровная порода, тут чистый уход. Он вне зависимости, что бы они делали дальше. Договор, не договор. Наверное, все же там они увидели, что безрезультатно уже держать там людей. Все же, да, был приказ тайный. Обнулить ситуацию. Обнулить ситуацию. Так как результат для Херсона, ну, лучшей карты не придумать. Результат для Херсона – десятка кубков. Это карта огромного счастья. То, которое мы хотели. Это радуга после дождя, после шторма. Это, смотрите, объятия мужчины, женщины, дети играют. Я Херсонцев поздравляю. Это кармическая ситуация. Так должно было быть. Как говорится, на роду написано было. Это одно с другим не связано. Юлия, скажите, а как ваши карты видят? Будет ли уничтожена часть армии оккупанта? Сейчас большое количество военных русской армии осталось на правом берегу Херсона. И, соответственно, есть предположение, что все они попадут в украинский плен. Как видят ваши карты? О, давайте вопрос плена, да? Попадут ли в плен или будут уничтожены? Давайте так, да? Давайте сделаем такую вилку, да? Так, попадут ли в плен большая часть оккупантов? Так, сейчас. Семерка жезлов. Семерка жезлов. Сейчас, секунду. Солнце. Тройка кубков. Так, хорошо, сейчас будет уничтожено. Сейчас, потому что такие хорошие карты выпадают. Они сегодня у меня прям празднично работают. Я даже не знаю, я даже теряюсь иногда. Будут ли уничтожены? Чаш кубков. Звезда. Рыцарь Пентакли. Я думаю, и то, и другое. Но прям, правда, я не могу сдержать улыбки. Семерка жезлов. Что означает вот эта вот карта? Тоже одна из любимейших. Это когда я один, но у меня есть качество среди... То есть на мужчин, это как восточное единоборство, направлены шесть жезлов. Но неважно, что он один. Его жезл, он расцвёвший, он созревший. Тут говорится что? Тут умение силу противника использовать против него самого. Будут ли пленные? Безусловно. Тройка кубков. Это, говорит, радость для нас, потому что это же потом возможен наш обмен. И солнце. Будет ли удача в попытке взять многих в плен? Да, будет однозначно по солнцу. Да. Будут ли уничтожены? Да, будут уничтожены. Мало того, будет продолжаться, знаете, как я говорю, от России ленд-лиз. Вот это тяжёлое вооружение. Как много танков они побросали. Ещё будут бросать и карта звезды будущего, и туз чаш, туз кубков, как новый ресурс. Много ресурсов мы получим, понимаете? Даже карта смерти не выпала. Такое ощущение, что, как говорят, а вас не касается их смерть. Ваша жизнь больше начинает бить ключом. Да, я думаю, и в плен возьмут, и уничтожат. Благодарю. Сейчас ещё один вопрос очень беспокоит всех. Меня, в том числе, уверен, и вас тоже хочется посмотреть через ваши карты Таро. Группы ДРГ точно остались в Херсоне. И зачистка города – это сложнейшая работа для наших военных. Как видят карты? Возможно ли столкновение? Насколько, какую опасность сейчас представляет оставленный русскими Херсон для военнослужащих Украины? Захотелось даже колоду поменять. Давайте посмотрю. 78 ключей колода. Она такая и философская, и глубокая. Она может одной картой ответить по опасности. Так, значит, колесо фортуны. Тут как есть сообщество, там не просто они поодиночке остались. Там либо они получают какие-то указы от центра, да, или всё-таки даже, как ни странно, там остался какой-то вот центр. Сейчас посмотрю, какая опасность есть. Мне очень сложно комментировать сегодня радостные карты. У меня выпадает опять десятка кубков. Такое ощущение, что основной месседж для Херсонщины говорится – не бойтесь, не бойтесь. Пришло время вас освободить. Мы освобождаем. Зачистка будет произведена, но успешно. Сейчас ещё посмотрю. Вот смотрите, тут очень интересно. Вот эта карта, вам видно в камеру? Король мечей. Смотрите, тут два персонажа. Один персонаж – старенькая женщина на инвалидном кресле, а второй – такой мобильный, красивый, светский врач. Врач, который лечит, да? Он очень мобильный, он выезжает в любую точку, по любому звонку. В его саквояжике есть всё необходимое. Говорится о том, что они, несмотря на то, что там есть какой-то ещё центр, они бессилы, понимаете, на инвалидном кресле. То есть наш врач решает его судьбу, понимаете? Всё будет хорошо, их выявят. Не волнуйтесь. Вот там показывали тоже, что… Помните, я перед этим на Ленарман смотрела лисицу хитрую, да, которая в лабиринте, и медведь с букетом, как наш воевода, да, с букетом хороших новостей. Да, работа ведётся, но она продумана, и у меня такое ещё ощущение, что для наших ЗСУ, для нашего военного руководства здесь нет никакой неожиданности. Они это всё предусмотрели, они это всё знали, поэтому они к этому готовы. Поэтому набираемся терпения и даём им профессионально отработать эту операцию. Спасибо, спасибо. Очень, правда, большой оптимизм вселяет ваш прогноз. Ещё один вопрос. Сейчас многие говорят, что Путин может о чём-то договориться с Западом, понятно, не на камеры, не на всеобщее обозрение. Что видят ваши карты, о чём может договориться Путин, и будут ли Украину дальше принуждать к переговорам на условиях оккупанта кто-то из Европы и Запада? Так, ну тут два вопроса. Давайте посмотрим, есть ли договорённость… Потому что тут опять-таки, с кем конкретно у него договорённость? Тут же много всяких стран. С кем-то точно может быть договорённость? Давайте посмотрим, есть ли у Путина… Вообще, давайте посмотрим сейчас Путина. Как он вообще себя чувствует? Чего он там вообще придумает? Так, Паш Кубков, новости. Да, это бумаги какие-то, да, какие-то бумаги есть. Но тут ещё вопрос выбора. Они ещё не утверждены. Да, это договор, но… Ещё смотрим. Это какой-то есть для него шанс. Он это рассматривает как шанс. Дальше. Десятка жезлов. Но понимаете как? Ему-то дают шанс. Но там очень много оговорок. Десять жезлов. Это ты должен исполнить это, 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 это. И вот тогда может быть. То есть он очень надеется на этот договор. Он смотрит это как на шанс. И это выполнено. По тройке жезлов. Сейчас. Секунду. Смотрите, что мне показывают. Потому что я спросила, как на… Ещё внутри не успеваю, да, замыслю, как это на нас. Тут ещё бабка надвое гадала, действительно. Семёрка Кубков – это иллюзия. Это иллюзорный. Это может быть договор специально, как бы, чтобы его запутать. Да, он воспрял духом, я ничего не скажу. Да, воспрял. Но что выпадает? Опять семёрка жезлов наша. То, что они там договорятся, и то, что они будут уламывать Украину, ну, как бы, они не уломают. Опять идёт, что сила противника против него самого. Мы дальше будем… Вот наш президент держит границу. Ну, а дальше я так ещё спросила, как нам от этого? Ну, карта победителя. Это шестёрка жезлов. Ну, то есть, да, договор есть. Та пытается. Но, как бы, ещё в пространстве, честно говоря, ещё не решено. Тут пока мне показывают разные возможности. На бумагах вот нет, вот закон, да, вот Верховный Божирец выпал раз. Это всё меняет ситуацию. Нет, пока на уровне… Сами ещё не знают, чего хотят. Это первая часть вопроса. Вторая какая? Вторая часть вопроса была о том, будут ли принуждать Украину в ближайшее время к переговорам на условиях России. Ведь нас же принуждают и говорят, что отдайте им часть земель, отдайте им Крым и давайте жить спокойно. Наше правительство, нашу страну, украинцев не устраивает такой сценарий. И мы, даже если будут принуждать нас к переговорам какие-то представители Европейского Союза или Запада, я уверен, что мы не пойдём на такие условия. Но будут ли принуждать? Вот это вопрос. Пока слушала вас, да, чтобы сэкономить время, вытаскивала карты. Ну, во-первых, ещё в первом вопросе, когда я вам говорила, да, будут принуждать. Я сказала, что мы будем упираться по семёрке жезлов, мы всё равно будем упираться. Раз. Дальше что у меня выпадает? Тут же выпадает королева Пентакли и звезда. А ещё говорят, что королева Пентакли – это у меня Украина, да, звезда – это большое будущее. Четвёрка жезлов вот о чём говорит. Даже если будет Америка принуждать, мы можем опереться ещё на четыре какие-то страны, на четыре союзника. И подписать даже свои какие-то переговоры, то есть договора, то есть какие-то новые, может быть, знаете, возможности. Далее, что мне говорят? Тогда они начнут снова обстреливать. Вот снова начнут вот это вот пугать, да, вот эти вот обстрелы по пятёрке мечей. Но тут же мне такое ощущение, что именно другие союзники могут дать вот это башкозброя, я говорю, тяжёлое вооружение, которое перехопливает, и это нас очень укрепит. Безусловно, вокруг Украины всё время вижу, вот такие вот одна страна, это та. Понимаете, как я говорю, мир не ожидал, что выйдет такой вдруг игрок на пространство. Сейчас идёт такой передел власти, влияние, что, ну, реально не понимают. Я говорю, как был маленький ребёнок, такой дурачок невинный, или девочка такая невинная, и вдруг она выросла в гении, да, это как эта женщина-математик, которая тут формулы пишет. И люди не понимают, что от неё вообще ждать на самом деле. Вот так вот выглядит. Мы упираться будем. Будут нас обстрелывать. обстрелывать будут, но, я же говорю, вступают в игру ещё союзники. Тут сейчас идёт такое ощущение даже между Европой и Америкой. Тут все друг с другом вот так вот. Понимаете? Благодарю. Будем следить за развитием событий. Правда, заслушиваюсь вашими прогнозами. Всё нужно ещё разобрать и точно пристально сопоставить с тем, что сейчас будет происходить. Юлия, ещё буквально два вопроса. Первый из них, как ваши карты Таро видят, какой будет зима, это зима для Украины, будет ли дефицит продуктов, возможно, топлива. Сейчас вот ближайшие холодные месяцы, самое холодное, это декабрь и январь. Каким видят эти два месяца ваши карты? Давайте разделим. Давайте вначале по продуктам, потому что карты сейчас всего могут показать, мы запутаемся. Давайте вот именно по продуктам. Не будет ли голода? Да, но сложно сказать по всей стране. Смотрим по поводу голода. Будет по справедливости сейчас, будет всё справедливо. Сейчас верховный... Сейчас. Тут. Тройка жезлов. Восьмёрка жезлов. Нет, мы, в общем-то, достаточно уверенно смотрим в будущее. Может быть, будут какие-то ограничения, но говорят, что это справедливо, то есть это естественно, потому что война. Да, жировать мы не будем, но всё необходимое для жизнестойкости есть. Плюс по тройке Пентакли говорят о том, что пишется какой-то вот план, разрабатывается новая стратегия, как вот перераспределить какие-то вот бюджеты, деньги, чтобы всё-таки население Украины выжило. Да, две тройки — это всегда как планы на будущее. Я не вижу голодной катастрофы, ну чтобы вот прямо. Нет. Теперь давайте, может, посмотрим по свету, да, вот по теплу, вот что-то такое. Свет, тепло, коммуникации, всё, что обеспечивает нормальную бытовую жизнь в холодное время года, да. Свет, тепло, коммуникации. Девятка жезлов — это всегда, знаете, карта, когда мы обороняемся, мы экономим силы, мы предупреждены. Тыл есть, но борьба также с этим есть. Что из хорошего? Вот солнце близится к закату, что да, мы переживём это, это ненадолго. Вот то есть на зиму, да, но это не то, что там, знаете, на года. Дальше ещё посмотрим. Солнышко, ну солнышко выпало. Ну то есть говорят, что справимся. Ну то есть, смотрите, ну карта победителей. Я не знаю, Алексей, то ли у нас с вами такой тандем и прям идёт кач энергии, но мне говорят, что справимся. Всё, что будет справиться. Вот если смотреть предыдущие стратегии, она прописывается, распределяется, будут какие-то проблемы, будут. Но вот тут Паш Пентаклий на дне колоды говорит о том, что мы учимся перераспределять в новых условиях. А знаете, что ещё солнце может означать? Я так смею просто пошутить и предположить. А может быть мы будем какие-то новые возможности использовать там, заряжать там от солнца, да, вот какие-то новые технологии, вот эти, которые давно назревают. Может быть, потому что вот солнце, что выпало, и победа рядом. Что-то такое может быть, мы можем услышать. А ну я хочу спросить, правильно я понимаю, что может быть какой-то ноу-хау возникнуть? Что это? Каким образом мы выживем? Десятка мечей, мир. Смотрите, как интересно. Вот смотрите, десятка мечей – это всегда прожертвы, убийства, когда насильственный конец. С другой стороны, когда она в таком потрясающем соединении, смотрите, выпала карта «Мир» и «Десятка кубков». «Десятка кубков» – это население, да, страны, мир. Ощущение, что я у карт сорвалась языка. Это конец старого мира, действительно. То есть, может быть, я так, знаете, как иногда бросишь фразу, ты же не знаешь, что она может быть пророчей. Да, такое ощущение, что может что-то быть новое. Десятка мечей. Точку ставим на это. Конец мира и начало нового. Ну, ждем, наблюдаем события, наблюдаем. Хорошая карта, конец цикла. Это как конец страданий. Интересно, самое интересное. Интересно, Юлия, есть последний вопрос. Мы как будто к нему логично подошли. Как ваши карты видят, когда закончится война, и может ли быть освобождение Херсона сейчас началом окончания этой войны с Россией? Такой для меня сложный вопрос в чем? Я делала трижды расклад прямо вот в эфире у себя на канале. И невероятно карты трижды показывали, что что-то должно произойти в конце января, в 20-х числах начала февраля. Я внимательно слежу за другими тарологами, астрологами, да, экспертами военными. Никто не говорит про январь, говорят, что все очень тяжело. Какие-то другие тарологи говорят о том, что вообще зима тяжелая, январь самый тяжелый. И мои карты, они вот, когда я у них переспрашиваю, они начинают уже такую бутербург. Мы сейчас посмотрим. Но что я хочу сказать, и все-таки я повторяю. Январь и февраль начало, это начало все-таки нового года по восточному календарю. Тигр уходит. Тигр – это год войны. Чернобыльская АЭС бахнула именно в год тигра. И начинается другой совершенно по энергии год. Водяного кролика. Ну где кролик, где тигр? Ну какая война от кролика? Поэтому я продолжаю утверждать, что именно в конце года, то есть с началом нового года, вот январь, февраль начнутся переломы. Ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Карты не любят, чтобы их тысячу раз переспрашивали. А я знаете, сколько их переспрашивала? Сейчас посмотрим. Давайте конкретно вопрос. Давайте. Что нас ждет в конце зимы, допустим? Ну, интересовал вопрос, когда закончится война, как видят ваши карты. Это же, наверное, энергетически видно где-то на небосводе. В таком энергетическом. Зимой будет окончание войны. Значит, башня. Это конец. Это когда мы выходим за тесные рамки. Сейчас. Вытяну как хочешь. Пять карт. Пятерка кубков. Пока видите, что у меня они творят. А это карта ЗСУ. У меня четвертая карта. Четверка мечей. МАК. Что говорят по зиме? ЗСУ входит в магическое свое состояние. Вначале будет... Значит, как будут развиваться по зиме пока посмотрим. Потом посмотрим по весне. Башня это всегда сотрясение. Башня это всегда про взрывы. Это всегда понятно про какие-то прилеты. Пятерка кубков это всегда о печали. Четверка мечей это остановка какого-то действия. Болезнь переосмысления. Но дальше выпадает карта ЗСУ и маг. То есть по зиме могу так сказать, что наша армия крепчает. Не просто крепчает. Нужно понимать, что такое свойство мага. Когда я становлюсь магом, это как Нео в матрице. Я обязан пройти через весь этот трэш, потому что я потом такое качество приобретаю, что я ставлю просто точку раз и навсегда на этом. Ну да, вот восьмерка кубков это когда мы будем выгонять. Скажу так, все-таки в январе будут активно зачищать территорию, будут выгонять. То есть зимой. Это не будет полное окончание войны. Мне показывают часто, что все-таки в январе будут какие-то такие громкие победы в феврале. Так, хорошо, весна. Четверка мечей, опять выпадает та же карта, как продолжение какие-то. Будет так, продвинулись штуточители, остановились, переосмыслили, продвинулись, остановились. Рыцарь мечей, активное контрнаступление. Десятка пентаклей. Десятка пентаклей это и есть возвращение родины. Це батьківщина, це Україна. Я могу сказать, что, ну, ну и вот императрица. Я даже, чтобы не сглазить, даже не хочу дальше карты тянуть. Скажем так, зимой, конкретно еще бои, становимся магом. Маг это еще может быть, знаете, когда поступает еще какая-то, какое-то вооружение сильно, становимся магом. Ну не просто тут, поймите. И вот в Украине, что будет происходить в Украине? Почему нам не дают ленд-лиз? Это же все судьбоносно. Вот раз убежали из Херсона, оставили танки. То есть у меня такое ощущение, что в Украине все время будут происходить вот такие вот странные чудеса. То в России ракета обратно к ним прилетела, понимаете? Такое ощущение, что и вот карта маг в этом и кайф. Что она говорит, мы магом становимся. Ну и вот весной все-таки императрица садится на свой трон. Все-таки так, весна, ну, я думаю, что да. Весна. Хороший прогноз и, в принципе, он сходится с прогнозом многих наших мастеров, практиков, которые говорят, что февраль, март месяц – это, возможно, окончание активной фазы этой войны. Есть предположение, что эта война будет длиться очень долго между нашими народами и поколениями. Мы будем пытаться возводить стену и доказывать ежедневно, что мы отличаемся менталитетом и всем прочим, даже душевным наполнением с нашими северными соседями. Юлия, благодарю вас. На этом пока что все. У меня больше нет вопросов к вам. Спасибо большое вам за энергию и время посетить нашу студию в таком виртуальном формате. Благодарю вас за внимание. Все будет Украина. Обовязково все будет Украина. Благодарю, Юлия. Еще раз напомню, для наших зрителей у нас была на скайп-связи таролог, драматург и режиссер Юлия Максименко. У вас есть возможность связаться с Юлией, если у вас будут дополнительные вопросы. Все ссылки и каналы связи, если такие есть, мы оставим под этим видео. Если же у вас появились вопросы после нашей беседы, оставляйте их в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал PeopleLife, если еще не подписаны, и пришлите это видео своим друзьям. На этом пока что все. Увидимся в следующих выпусках. Берегите себя. До свидания.